Здравствуйте! Сегодня, как мы видим, предстоит мне работа по ремонту металлической крыши. Вот так ветром ураганы эту крышу заломило, все снизу подорвало и теперь ее необходимо восстановить. Ну хотя бы не до первоначального вида, но хотя бы восстановить, чтобы не было течи после дождя или снег туда не забивал. Вот теперь необходимо ее поставить на место. Это надо вот эти все изгибы, где были вот эти заломлены ветром, их маленечко подрихтовать и уложить на место. Потом в этих местах я буду закручивать саморезами. А места, где были переломы, там, соответственно, получились большие отверстия, можно сказать, целые дыры, мы их будем залатывать. Чем будем залатывать? Это подойдет время, мы будем это сами смотреть. Ложим металлические листы крыши на место, в каком они состоянии были, до поднятия их с этого места. И в местах изгиба подрихтовываем, где были дырки. Там уже, соответственно, не будем закручивать саморезы, потому что они держать не будут. Закручивать саморезы в новых местах и дополнительно еще в тех местах, где были перегибы листов. В этих местах, где были перегибы, зачищаем аккуратненько краску, которой была окрашена крыша, и вот эти дыры будем заделывать. Будем заделывать их силиконом. Делаем обзор поверхности всей крыши и смотрим, где появились новые дыры, чтобы их потом зачистить, эти места, для дальнейшей заделки. Перегибов было очень достаточно. Переломы пошли тоже по крыше и по ребрам жесткости. Ребра жесткости поправляем. В местах перегиба очищаем их от краски и обезжирим ацетоном. Растворитель я не использую, потому что растворитель не так качественно обезжирит ацетон, он лучше. И в этих местах, где мы обезжирили, где были перегибы и большие дыры, мы сейчас будем заделать их силиконом. Силикон берем, который минус 40 и плюс 40 выдержит температурные режимы. Так он будет прочно держать на металлической крыше. Это уже не первый раз я так заделываю, потому что многие люди обращались за помощью и приходилось мне их так заделывать. Наносим силикон аккуратненько по всем местам, где может проявиться течь, чтобы вода не текла. И чтобы все это предотвратить, наносим аккуратно силикон по ранее обезжиренным местам. Итак, наносим силикон, где толстые слои, мы наносим там силикон за два раза, а где тонкие, там достаточно и одного раза. Берем шпатель и этим шпателем аккуратно разглаживаем те места, куда наносили силиконовый герметик. В таком состоянии крыша простое долго. Силикон, он будет прочный от перепада температурных режимов, только необходимо брать, где температура не меньше минус 40 и плюс 40. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Всем желаю удачи, чтобы ветром никогда не срывало крыши и не было протечки водой. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.